Всем привет дорогие друзья, с вами Олег Дебест и в этом ролике вас ждут сборы на очень сложную цель, ну просто нереально сложную, сейчас вы все увидите. Давайте пойдем по порядку. Я перешел в гильдию BMW, потому что в гильдии G мы по-прежнему никак не могли собрать полный сбор. Время было позднее, китайцы все спали, Гао тоже был не в сети, поэтому мы с ребятами перешли сюда. И вот собственно та самая цель, которую нашел я примерно за час до начала этого сбора. Мы собирали игроков очень долго, обзванивали кого только можно, ну и наконец-таки набрали нужное количество ребят, чтобы собрать полный сбор. Там по 10 миллионов каждого Т2 и по миллиону каждого Т4, прикиньте. Но к счастью стоит кавалерийская фаланга, поэтому первые сборы конечно пойдут из стрелков. Лучники в кавалерии убьют очень больно, поэтому если он не сменит фалангу, то просадочка будет большая. И сейчас я отправляю еще 1000 осадок, чтобы протестить повтор на фалангу и посмотреть, сменил он ее или нет. Кидаю разведку, смотрю в больки и по-прежнему туда отправляются Т1 катафракты. Фаланга не сменилась, соответственно будем идти до конца. До выхода сбора остается 25 секунд, сбор практически полный, не хватает всего лишь 200 тысяч Т4 луков. Не хватает, то есть получается всего лишь одного игрока. Подрубаю бустик на 50% атаки армия, таланты я уже сменил, шмот тоже. И кстати в игру зашел Гао, он пока еще в гильдии G, чуть попозже перейдет к нам в BMW. Его тоже получилось разбудить в пол пятого утра, то есть время для китайцев было крайне неудобное. И вот выходит мой стрелковый сбор, шмот там не меняется, по-прежнему стоит охотничий сет и я теряю лидера. Что собственно неудивительно, там слишком много войск, выжить мне кажется никто не сможет, даже Гао. Тем не менее после моей атаки он теряет больше 5 миллионов войск, а это половина всей его Т2 кавалерии. Очень хорошо и конечно после меня уже будет сборить Гао со статами больше чем 1000% атаки стрелков. По идее он добьет всю его кавалерию, растворится и потом уже придется сборить пехотой. Вот пехотный сбор 100% подожгет, если конечно он не зайдет в онлайн и не сменит шмот. Главное конечно, чтобы он не сменил фалангу. Гао решил перестраховаться и использует фамильяра кролика, который не даст ему потерять лидера. Сбор тоже из фулл Т4, никто подушку не кидает. Отхиливаем больки, тратится огромное количество ресурсов, но что поделаешь, Т4 очень дорогие. Трачу ускоры, у меня их довольно много, вот самоцветы конечно экономим, ну и все, остается только ждать. Ждать выхода сбора Гао. Подобные игроки с таким количеством войск, на военных талантах и военном шмоте, способны съесть не один десяток одновременных сборов. Вот в прошлых королевствах такие цели обнулялись крайне сложно, как правило был раствор, раствор абсолютно всех сборов и никто не выходил. Пронести переднюю линию было крайне сложно, но обычно такие стоят либо на пехотной, либо на стрелковой фаланге. Ну а здесь просто везение, он был в оффлайне, на кавалерийской, что может быть проще. Там была полная ферма, ферм шмот, ферм таланты и не особо сильные герои на стене, даже не все золотого цвета. Помню в 536-м королевстве мы обнулили точь-точь такую же цель где-то в два с одновременных сборов, вместе с семьей М44, БФП, КС+, и остальными. Да, та цель находилась в онлайне, на военном шмоте, на стрелковой фаланге, но тем не менее удалось ее пробить где-то примерно 11-м или 12-м сбором. То есть было тоже не очень сложно. Ну а здесь конечно у нас только один сбор, цель в оффлайне и его никто не крепит. Гильдия корейская, они я так понимаю тоже спят. Все, выходит сбор Гао и момент истины. Вот такого точно никто не ожидал. Гао смог его пробить своим стрелковым сбором, прикиньте. Возвращаются только осадки, все остальные войска погибли. Давайте посмотрим на отчет. Минус 7,5 миллионов войск, все конечно идет в гроб, и это практически вся кавалерия. Осталось только 200 тысяч Т4-х наездников на драконе. У Гао выжила только половина осадок, прикиньте, только половина. Он взял 500, а выжила 250. Давайте посмотрим на очень красивую визуализацию. Кстати, ее исправили. Теперь боевой дух противника не падает до 1%. Ну, по крайней мере сразу. Раньше это работало совсем по-другому, и как только противник теряет больше 2 миллионов войск, его боевой дух сразу опускается до 1%. И вот в последних обновлениях это исправили, и честно сказать, это очень хорошо. Потому что раньше это казалось каким-то багом или недоработкой разработчиков. Вот, пошли в бой фамильяры, активируется Патрик уже второй раз. Ну да, большая часть визуализации это активация фамильяров. Вот, они тем самым это все замедляют. На мой взгляд, разработчики далеко не все исправили визуализации. Посмотрите на боевой дух с нашей стороны. У нас уже меньше половины войск, а боевой дух все по-прежнему на 80%. Как такое возможно, я не понимаю. По идее, количество боевого духа должно быть прямо пропорционально количеству войск. Ну а здесь получается какая-то фигня. Вот мы уже потеряли все свои войска, а боевой дух даже наполовину не просел. Вот 504 осадки остается, добивают половину осадок и убегают. Здесь победа. И кстати, количество потерь у противника не совпадает с отчетом. То есть там мы видели 7,5 миллионов войск, а здесь меньше 7 миллионов. Это непонятная несостыковка. Опять же, нужно писать разработчикам, пускай исправляют. Следующий сбор начинается из фулл пехоты, и это понятно почему. Там кавалерии не осталось, ну практически, всего лишь 200 тысяч до четвертых. И да, там кавалерийский клин, не кавалерийская фаланга. То есть после кавалерии в любом случае будет танковать пехота, а стрелки стоят сзади. Прожимаем немножко ковриков, и конечно сбор поджигает. Остается 553 миллиона силы, и смотрим на отчет. Здесь потери противника 5,5 миллиона войск. Меньше чем в прошлый раз, но это понятно почему. Мы зашли не в контртип, а вот это был сбор пехота в пехоту. То есть стрелки там не пострадали. Весь урон пошел в Т2 пехоту. И сейчас начинается следующий опять же пехотный сбор. Я в него вкинуться не успел, потому что сбор наполнился очень быстро. Но тем не менее мне место уступили, и мы сейчас увидим следующий отчет. Выходит сбор, опять немножко ковриков. Удар, и мы должны добивать остатки пехов. Минус 6,5 миллиона войск. Уже поинтереснее, но нет. Там пехота еще осталась 600 тысяч Т4. Еще обратите внимание на количество потерянных стрелков противника. Все эти стрелки пострадали чисто от фамильяров. Миллион триста тысяч. То есть фамы дамажат очень больно. В следующий сбор я вкинуться успел, потому что мы договорились вкидываться по 100 тысяч, чтобы всем хватило места. Это должен быть последний удар, самый красивый отчет. Пехотов-стрелков. Ну еще придется добить 600 тысяч Т4 пехов. Вышел сбор. Удар. И в этот раз просадочка очень большая. Минус 120 миллионов силы. Похоже все, он закончился. 9 миллионов войск теряет. Остается чуть меньше миллиона. Это Т4 стрелки и немножко осадок. Ну а мы тут практически вообще ничего не потеряли. Да. Отчет очень разгромный. Конечно, очень сильно повезло, что у противника вот такие герои на стене. Это тоже немаловажно. Я думаю, если бы у противника все герои были бы золотые, то первый сбор Гао точно бы растворился. Потому что там он выжил буквально на крополях. Всего лишь 250 осадок. Это прям вообще дикое везение. Лидера поймали. Цель обнулена. Но, ребята, кролик у Гао все еще активен. То есть он его не потратил. Чтобы потратить кролика, нужно потерять лидера. Ну и мы решили засборить следующую цель. Из гильдии МММ это тоже корейцы. И я подкинул игрока миллиард двести. Потому что только он стоял без щита. Больше сборить было некого. У меня есть его отчет разведки. Там по 10 миллионов каждого Т2. И по 3 миллиона каждого Т4. Стоит военный шмот. Понятное дело, здесь как раз таки кролик точно сработает. Потому что лидер в любом случае будет потерян. Гао тестит фалангу. Первая атака была из осадок. Чтобы снести ему стену, вторая атака уже из фулл кавалерии. Конечно, без лидера. С Т2 подушкой. То есть Т4 плюс Т2. Смотрим на просадочку по силе. Здесь просадка была чуть больше 100 тысяч силы. И пока что непонятно. Нужна вторая атака из стрелков. Чтобы можно было понять, чем нужно сборить. Все очень просто. Где просадка больше, тем мы и будем сборить. Выходит вторая атака. Сейчас будем смотреть. Значит, после кавалерии он потерял 140 тысяч силы. Так, что у нас здесь? Да. Просадочка побольше. Значит, будем сборить стрелками. Там либо кавалерийская, либо стрелковая фаланга. Пока это непонятно. Вот сейчас зайдет сбор, и можно будет предположить. Кстати, у этого игрока всего лишь одна болька. Я получил его отчет примерно за 5 дней до этого сбора. Мы его уже сборили несколько раз, и он все время надевал щит. Почему-то не хотел принимать наши сборы. Возможно, к этому моменту он отстроил больницу, но это не точно. В этот раз в щит он не ушел. Мы ударили, и пронесли ему 25 миллионов силы. Ну, чуть поменьше. В принципе, неплохо. Он потерял 3 миллиона Т2, это довольно много, но, к сожалению, игрок был в сети, он отхилился, и поэтому дальше мы его не сборили. На этом у меня все, друзья. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Если он вам понравился, то ставим лайк, пишем свой комментарий, и подписываемся на канал. Всем удачи, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok